Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1241. Вы постоянно говорите, что монашество, как явление, не имеет своего оправдания в Новом Завете. А как же святые отцы, монахи, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, и вы сами начитывали жития святых и восхищались их подвигом? Такие отзывы о монашестве не сеют ли соблазн в молодых сердцах и не подрывают ли доверие к трудам этих святых отцов? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Такие мнения с прибавкой и других, еще более нелестных отзывов о моих высказываниях, приходится слышать от монашествующих, епископов, архимандритов. Всем им я отвечаю одинаково, ни трудов, ни подвигов монахов я не умоляю, приветствую и поклоняюсь перед ними. Я же говорю совсем о другом, что институт монашества не имеет основы на страницах священного писания, что нужно составить другой, отдельный устав, отгородиться стеной, мандрой от мира, и там жить всю жизнь под руководством архимандрита, и всю жизнь заниматься исследованием своих мыслей, чувств, повеляя их старшему. И всех их я прошу, покажите хотя одно местописание, на основании чего возникли монастыри и монашества. Обычно начинается махание руками и нечленораздельное мычание. Ну, того и этого. Если хорошо поискать по Библии, может быть и можно где-то что-то найти. Не дураки же они были, такие как Савва Освященный, как Пахомий, в монастырях которого было до 11 тысяч монахов. Они-то давали какое-то объяснение. Апостол Павел говорит, что неженатому намного легче трудиться и спасаться. Вот отсюда и надо начинать. Не женись, дабы у тебя не было лишних скорбей и забот, и трудись в мире, как трудились апостолы, как подвязался апостол Павел. Вы послушайте песнопение отца Романа Матюшина. Это непрерывный стон про колокола, свечи, скуфейки, о белых церквах и о погибшей своей душе. Это образец того, каким путем идут монастыри. Просто сравнивайте с деяниями апостолов все, что там делается. И если в этой книге 28 глав и 1006 стихов, в которых отображена история первоапостольской церкви, пусть покажут, что где-нибудь написано, как принимать монашеские обеты и все остальное, о чем потом написали основатели монашества Антоний Великий и Феодосий Печерский. В современной жизни большинство монахов живут в миру. И это не потому, что их послал епископ кого-то спасать. А просто так их призвание сошло на нет. Не в монастыре и не в миру. И нередко, крадучись, женятся. Нередкость женатый епископат, как пишет о митрополите Филарете Украинском. И обеты в большинстве своем они дают уживые, ибо заранее знают, что в монастыре жить не будут, а будут жить в миру, на соблазн многим. А у некоторых, и у некоторых остается одна основная мысль, как размонашиться, потому что попали в вечную петлю. У меня мечта Велия с каждым днем сильней. Сделаю себе я келью и закроюсь в ней. Ржавой гвоздью держат мантию и петрахиль. Помолюсь пред Божьей Матерью, попишу стихи. Келья моя ветхая, четки на стене. Родода зеленой веткою просится ко мне. Выйду за водою полночью к горнему ключу. Воротясь, надену поручи, помолюсь чуть-чуть. Тишина вокруг Велия, тишина внутри. О, моя пустынная келья, ты мой третий Рим. Отойдите, чуждые странники, помыслы, слова. Пусть душа живет в празднике одиночества. Келья моя тесная, сквозняки от дыр. За порогом темень известная, за порогом мир. И романах Роман, 1987 год.